Знали ли вы, что в шоколадные конфеты и жвачку добавляют вазелин? Можно ли мазать губы вазелином? Вы узнаете, как этот недорогой продукт может стать вашим незаменимым помощником в уходе за кожей, и не только. Сегодня мы расскажем вам о маленьком, но удивительном продукте, который, вероятно, лежит у каждого из вас дома, вазелине. В этом захватывающем видео мы расскажем вам о его удивительных применениях и почему он используется уже более 150 лет. Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал и оставить свой комментарий, чтобы мы знали это видео было полезным и интересным для вас. Давайте начинать. Еда с вазелином – это странно. Но человек, который его придумал, утверждал он каждый день съедал ложку вазелина, и это помогло ему дожить до 96 лет. Но это не доказано. Сегодня вазелин добавляют в шоколадные конфеты, выпечку и жвачку, а некоторые отчаянные домохозяйки делают с ним майонез. У вазелина довольно необычная история. Началась она в 1859 году. Молодой химик Роберт Чесбра как-то наблюдал за процессом добычи нефти в штате Пенсильвания и заметил, что рабочие, чертыхаясь, очищают буры и насосы от непонятной желеобразной субстанции. А вечером те же рабочие смазывали этой массой ожоги и царапины и нахваливали ранозаживлющие свойства. Роберт заинтересовался загадочным веществом и взял с собой несколько образцов. Эксперименты заняли около 10 лет, за это время ученый тщательно изучил массу, уверовал в ее способность регенерировать кожные покровы и превратил ее в подобие мази. После чего он назвал свое изобретение «нефтяным мазь» и запустил его в производство. В 1870 году он появился в американских аптеках, но популярностью мазь не пользовалась потому что отпугивало название. Тогда Чесбра назвал мазь вазелином, соединив два правильных слова – вода и оливковое масло. И сам отправился по стране рекламировать ее целебные свойства и раздавать бесплатные образцы. Стратегия сработала и Роберт быстро разбогател. Вазелин стремительно стал популярным лечебным средством при воспалениях, ссадинах и ожогах. Интересно, что позднее было доказано, особых целебных свойств вазелин не имеет, а просто хорошо удаляет из ран грязи и бактерии, что тоже имеет смысл. Но Чесбра рассказывал журналистам, что ежедневно съедает ложку вазелина для укрепления здоровья, и это значительно увеличивает продолжительность жизни. В итоге продажи вазелина выросли, Роберт дожил до 96 лет, а королева Великобритании пожелала ему рыцарское звание. Широкие возможности вазелина. Массовой популярности вазелина способствовала его универсальность. Как только его не использовали. Им намазывали лицо и руки в морозы, чтобы не трескалась кожа. Так делали даже полярники. Мамы мазали вазелином нежные детские попки, а затем протирали им деревянную мебель, и прослужит дольше и пыль легче вытирать. Художники смазывали вазелином полы для защиты от капель краски, актрисы наносили на лицо капельки вазелина, которые выглядели как натуральные слезы. Пловцы натирали вазелином тело для уменьшения сопротивления воды, а бейсболисты смазывали им перчатки. Сегодня различные сорта вазелина применяются в медицине, косметологии, ветеринарии, промышленности, а также в качестве технических смазок, подшипников и металлических деталей. Вазелином смазывают оборудование для изготовления оболочек для колбасы и сосисок, деревянные доски в пекарнях. А еще вазелин добавляют в еду. Пищевая добавка Е905А – это тоже вазелин. В пищевой промышленности вазелин выступает под ником «пищевой антифламинк Е905А». Пищевое вазелиновое масло используют для изготовления кондитерской глазури и украшений. В составе многих шоколадных кондитерских изделий с глазурью, скорее всего будет присутствовать добавка Е905А. Внимательно читайте и кикетку «Вдруг ваши конфеты с вазелином». Эта пищевая добавка также встречается в составе карамели, мучных и хлебобулочных изделий, глазированных сырков и жевательной резинки. Также стоит отметить, что пищевая добавка Е905А и обычный вазелин имеют общее происхождение из нефтепродуктов. Однако они предназначены для разных целей. Пищевая добавка Е905А используется в пищевой промышленности как антипенный или глазирующий агент, в то время как обычный вазелин применяется в косметических и медицинских целях, например, для увлажнения кожи или защиты от раздражения. Таким образом, хотя они имеют общее происхождение, их назначение и использование существенно отличаются. Не надо их путать. Можно ли есть продукты, которые добавлен Е905А? Хотя пищевая добавка Е905А считается безопасной для употребления в пищу и она одобрена для использования во многих странах, включая США и Европейский Союз, ее потребление в больших количествах может вызвать некоторые проблемы со здоровьем. Кроме того, употребление продуктов с добавленной пищевой добавкой Е905А не всегда является частью здорового и сбалансированного питания. Поэтому рекомендуется употреблять продукты с этой добавкой в умеренных количествах и в рамках разнообразной и питательной диеты. Если у вас есть сомнения или вопросы относительно безопасности конкретных продуктов, всегда лучше проконсультироваться с медицинским специалистом или диетологом. Можно ли мазать губы вазелином? Споры вокруг того, можно ли мазать губы вазелином, начинают разгораться с новой силой по мере того, как на прилавках появляется очередная брендовая новинка, помада или блеск. Маркетологи пытаются убедить потребителя в том, как вреден дешевый вазелин. Чем только не пугают, и трещинами, и ранними морщинами. Но несмотря на это, он продолжает раскупаться и появляется в косметичках даже баснословно богатых голливудских звездах. Вазелин для губ, как использовать правильно? Косметологи утверждают, вазелин был и остается самым безопасным и эффективным средством в уходе за нежной кожей. Он действительно не впитывается в кожу, образуя на поверхности губ тонкую пленку, но это не недостаток, а напротив, его огромный плюс. Защищая кожу от внешних агрессивных факторов, солнца, ветра, мороза, он дает ей возможность восстановиться естественным образом, стимулируя собственные процессы регенерации клеток. Вазелин можно использовать не только в качестве блеска. Взяв на вооружение секрет приготовления скраба из этого средства, через некоторое время вы заметите, что ваши губки стали мягче, нежнее и ярче. Рецепт простой на немного вазелина добавьте немножко сахара. Массажируйте пальцами губы до тех пор, пока крупицы полностью не растают. Этот нехитрый прием – отличный способ улучшить кровообращение и тем самым зрительно сделать губки более пухлыми. Косметологов есть совет и для тех, кто пока не готов полностью отказаться от цветных помад и блесков в пользу натурального увлажняющего средства. Чтобы декоративная косметика лучше держалась на протяжении дня, не скатывалась в уголки губ и не оставляла следов на зубах, наносить ее нужно на тонкий слой вазелина. Как выбрать бальзам для губ из вазелина? Начнем с того, имея под рукой тюбик вазелина, практически любое увлажняющее косметическое средство можно приготовить самостоятельно. Сам по себе он абсолютно нейтрален, то есть не имеет ни вкуса, ни запаха. Если вы хотите ощущать вкус и аромат, можете запросто добавить в него немного топленого шоколада или меда, вот собственно и весь рецепт. Хотя специалисты все же советуют приобретать готовые бальзамы для губ из вазелина, обогащенные натуральными вытяжками и экстрактами. В таких средствах содержится куда больше витаминов и минералов, необходимых для восстановления и питания тонкой кожи. Вазелин от обветривания губ. Если вы хотите, как можно дольше продлить молодость своих губ и не задумываться о морщинах, обязательно обращайте внимание на наличие в составе бальзама витамина А, он стимулирует выработку коллагена в коже. Если на губах часто появляются трещины, вам поможет масло облепихи. Масло клюквы надежно защитит от мороза и обветривания, а также появляющихся из-за этого, простуд. Тем, кому в первую очередь важен роскошный блеск, сияние и объем, косметологи советуют выбирать вазелиновые бальзамы с земляникой. Они не только приятно пахнут, но и глубоко питают кожу, благодаря богатому содержанию витаминов. Вазелин для поврежденных рук. Шероховатые, часто красные и раздраженные руки, потрескавшаяся кожа возле ногтей и будто потянутая кутикула иногда являются результатом использования моющих средств или других моющих средств, используемых на кухне или в ванной. Руки вернутся в нормальное состояние, если обработать их вазелином. Это для них как бальзам. Вазелин регенерирует, разглаживает и удерживает влагу в коже, а также положительно влияет на здоровье и внешний вид ногтей. Сухие пятки разглаживаются вазелином. Сухая кожа пяток, склонная к растрескиванию, не является украшением ступней. Иногда обычные кремы для ног здесь не справляются с обычным вазелином. После вечерней ванны, непосредственно перед сном стоит нанести на пятки вазелин и надеть носки, желательно хлопковые. Такое лечение, повторенное 3-4 раза подряд, должно принести первые результаты. Слабые ресницы. Накладные ресницы – это настоящая сенсация, но после их удаления дамы жалуются, что натуральные ресницы стали слабее и тоньше. Вазелин может действовать как кондиционер для ресниц. И еще непосредственно перед сном, аккуратно нанесите вазелин на ресницы, чтобы он не попал в глаза. При регулярном проведении процедуры ресницы станут крепче, толще, длиннее и ярче. Кондиционер с вазелином также можно использовать для бровей, потому что он также укрепит их. Однако недостатком является, что при этом брови могут стать длиннее. Кстати о дамах, которые носят накладные ресницы, если мы собираемся удалить прилившие ресницы, мы либо ждем, пока они отпадут, либо используем специальные препараты. Также можно использовать вазелин, когда мы наносим его на ресницы, искусственные быстрее отделяются от настоящих. Способ для огрубевшей кожи. Домашний пилинг может быть таким же эффективным, как и купленный в аптеке. Можно например самому сделать пилинг. Двух столовых ложек вазелина достаточно, чтобы смешать с двумя чайными ложками коричневого сахара. Косметическое средство следует нанести на тело и массирующими движениями нанести на наиболее чувствительные участки кожи, например, на плечи и зону декольте. А через несколько минут смыть теплой водой. Снятие макияжа вазелином. Некоторые дамы удаляют помаду или тушь с помощью водопроводной воды с обычным мылом. Это не рекомендуется. Лучше всего приобрести средство для снятия макияжа. Если у нас нет такой жидкости, мы можем использовать вазелин. Нанесите его на лицо ватным диском, и макияж снимется легко. Обратной стороной является, что женщинам с жирной кожей, склонные к появлению прыщей, следует отказаться от вазелина, поскольку это только усугубит проблему. Вазелин против неравномерного загара. Речь идет о загаре, полученном благодаря автозагару. Если вы не хотите, чтобы крем для автозагара оставил неровные полосы и пятна, стоит втереть вазелин в локти и колени, а затем нанести автозагар. Пятна на ткани. Наш бабушкин способ, при наличии следов косметики для макияжа на скатертях или на одежде, даже на мягкой мебели их можно удалить, протерев грязные места влажной тряпкой с вазелином, а затем промыть ткань. Кожаная сумка. Не только старый кожаный кошелек и сумка будут как новые, если протереть их тряпкой с вазелином и оставить на некоторое время, а затем стереть излишки вазелина. Вазелин будет работать аналогично на кожаных перчаток, кошельков, брючных ремней, кожаных ботинок или кожаных курток. Они станут более мягкими на ощупь и блестящими. Покраска волос. Часто бывает так, что когда мы красим волосы дома, хотим мы этого или нет, мы окрашиваем часть лба, шеи или кожу за ухом. Чтобы ситуация не повторилась, перед окрашиванием прядей нанесите вазелин на места, подверженные окрашиванию краской. Мучительные насекомые. Хотя вазелин кажется нам без запаха, его запах также не нравится муравьям. У кого муравьи появились дома, пусть обработает вазелином место их наиболее частого появления. Лак для ногтей. Точнее, флакон с лаком для ногтей иногда не хочет открываться, потому что лак для ногтей высох на крышке после последнего использования. Не будет проблем, если вы нанесете вазелин на внутреннюю крышку и внешний край флакона с вазелином. Также хорошо подойдет вазелин при покраске ногтей лаком. Покрывая кожу вокруг них вазелином, мы случайно не испачкаем их лаком. Снимаем кольцо. Иногда эта проблема возникает и в повседневной жизни. Слишком тугое кольцо или обручальное кольцо легче снять, а это значит, что будет менее болезненно, если сначала нанести вазелин на опухший палец. Несмотря на то, что вазелин считается относительно безопасным для внешнего использования, есть несколько противопоказаний, которые стоит учитывать. Аллергические реакции. Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на вазелин, проявляющуюся в виде покраснения, зуда, раздражения или высыпаний на коже. Перед использованием важно провести тест на аллергию. Загрязнение пор. Применение вазелина на забитые поры или воспаленные участки кожи может ухудшить состояние кожи или вызвать появление акне. Использование в области глаз. Вазелин не следует применять в области глаз, так как это может вызвать раздражение или заболевание глаз. Перед использованием вазелина, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или сомнения относительно его безопасности, рекомендуется проконсультироваться с врачом или дерматологом. Вот и все друзья. Надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное о применении вазелина. Не забывайте использовать этот универсальный продукт в повседневной жизни и делиться своими секретами в комментариях ниже. Спасибо за просмотр. До скорой встречи на моем канале.